Девушки отдыхают Очень хорошо Вот кого ребенок в первый раз назовет мамой Да, мы заедем Заедем с мужем завтра Обязательно, до свидания Куда заедем? В магазин Выберем пеленальный столик и кроватку для нашего малыша Гугусик Ты еще даже не на втором месяце Но я хочу все сделать эти покупки С ясной головой Машина совсем разваливается Я хотел потратить деньги на нее Паш Что для тебя важнее, машина или ребенок? Нет, хорошо Буду забирать тебя из роддома На многофункциональном пеленальном столике Поздравляю вас, Всеволод Сегодня у нас 25-й сеанс Можно сказать, своеобразная Серебряная психотерапевтическая свадьба Да, с момента нашей первой встречи прошло 50 тысяч рублей Мои проблемы по-прежнему чувствуют себя прекрасно Я рассказала, они полны сил Подозреваю, что мы решили с вами одну очень важную проблему Да Я, понимаете, я не чувствую себя главой семьи Обозначить статус главы семьи в глазах жены Можно различными способами У каждой женщины есть своя кнопка 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 Существует три линии поведения, которые нравятся женщинам Правила от трех Б Б Брутальность Беспомощность Благотворительность Когда мужчина брутален, женщины движут гормоны Когда он беспомощен Жалость Ну, а слово благотворительность говорит само за себя Само за себя Да Но что он говорит? Женщинам очень нравится, когда мужчина что-то делает для них Не требуя ничего взамен Ау Именно в этом случае женщина что-то хочет дать взамен Вот такие три кнопки А у Тамары У Тамары какая кнопка? Найти и нажать нужную кнопку У Тамары вы должны сами Да, что-то мне подсказывают, что такими темпами Мы с вами встретим золотую терапевтическую свадьбу Ой, вот он Термометр для ванночки взяли? Нет, а надо Ну, а как же вы узнаете температуру воды? Были случаи, когда младенцы получали ожоги И только исключительно из-за того, что у их родителей не было термометра Конечно, конечно, мы берем Так Комнатный термометр Взяли Послушайте, а он нам зачем? Ну, как это зачем? Были такие случаи, когда младенцы умирали от переохлаждения И это потому, что у родителей не было комнатного термометра Конечно, конечно, мы берем Цифровой термометр для кроватки Ну, мы же взяли комнатный Представьте ночь Ваш младенец вдруг просыпается, и у него температура Бывали такие случаи, когда родители не успевали, и было уже слишком поздно Берем, берем Монитор дыхания Паша, с дыханием шутить нельзя Мы верим Правильно Я всегда говорю родителям, которые к нам обращаются Это лично ваш выбор Быть бдительными, ответственными или безответственными Мы хотим быть подготовленными Правильно И поэтому вам исключительно необходим электрический сопляцос 15 тысяч рублей Да Да За эту ерунду А ты вообще слышал когда-нибудь о ползунках с катафотами? Чего? А вот были такие случаи, когда младенцы переползали дорогу в темноте Что, серьезно? Да нет, конечно Просто они так впихивают весь товар Слава богу, что Олеся закончилась эта блажь А деньги на новую машину остались Ой, Евочка Конечно, я приеду А кто такая? А я не рассказывал? Нет Да я в одноклассниках встретился с девушкой С которой у меня кучу лет назад был первый секс Ну, она меня приглашает на вечеринку Куча лет назад, Ева Да, Эдик, я так и знал, что твой первый секс был в библейские времена Ну, почти в пионерском лагере Ой, Калач, как сейчас помню 89-й год Я думал, у меня вообще ничего не получится Чего это? Ну, прикинь, ты в кустах на центральной аллее И с одной стороны на тебя смотрит суровый Ленин А с другой стороны суровый Горбачев И как ты справился? Я отворачиваюсь, а там с третьей стороны Юрка Гагарин А у нее такая улыбка добрая Я словно услышал Эдико, не дречь Поехали Ну и где у Тамары кнопка, которую из трех бы выбрать Стать брутальным? Тамара Сегодня суббота Супружеский день Ну что, жена Ты готова выполнить свой супружеский долг? Ты что, обалдел, что ли? Чего? Это был новый халат Это был новый халат Нет, брутальность не вариант Может, тогда давить на жалость? Тамара! Сегодня суббота Супружеский день Я подумал, может быть, хотя бы сегодня Том Ну, правда, но я же мужчина, не жена Сверись! Тряпка! Если уж встал на колени Помой пол Нет, давить на жалость тоже не пройдет Остается благотворительность Да, точно Подарки на Тамару всегда действовали Особенно дорогие Здравствуйте Проходите Дайте мне самый дорогой крем, который у вас есть Самый дорогой? Пожалуйста Двенадцать тысяч Сколько? Двенадцать А у вас нет самого дорогого крема? Подешевле Привет! О, привет, Гугусик! У нас гости? Да, познакомься, это Лена, наша будущая няня Няня? Да Олесенька, можно тебя на секундочку? Чего хотите? С удовольствием Чего делать? Олесенька Ну зачем нам сейчас няня? Это очень хорошая няня У него два высших образования Медицинское и педагогическое Трое детей, живет она неподалеку И стоит всего сорок тысяч Сорок тысяч? Да За ней очередь стоит, знаешь какая Другую мы такую не найдем Она как раз освобождается через два года А я обхожу в декрет Ладно Пожалуйста Леночка, считайте, что мы с вами договорились Мы ждем вас ровно через два года Да? Хорошо Значит я могу получить сейчас сорок тысяч задатка Сейчас? Я вам по-моему молока не предложила, да? Сейчас Пашенька, сорок тысяч Это ее месячная зарплата Ну в тот случай, если мы передумаем Она сможет найти себе другую работу Но мы ей передумаем Послушай, а мы не можем не заплатить через два года сорок тысяч Я хотел машину поменять Ты опять? Ну ладно, в принципе, может и хватит Ничего мне нужно 30 тысяч На взнос за детский садик А какой садик, Малусик? Пишут Сорокалетняя старая дева Там у всех знаков каждый день Бесшабашное любовное приключение Сева, прекрати, мне нужно закончить статью Понятно Слушай, а может быть твоя старая дева все-таки права? Сева Это же настоящая швейцарская косметика Да? Она же безумно дорогая Ну, Том, мне для тебя Ничего не жалко Подожди Это что, намек? Томочка Это намек, который, я надеюсь, ты оценишь Я оценила Том, ты чего? 45 плюс Сева, мне 35 лет Неужели я так плохо выгляжу, что ты даришь мне косметику для старух Не-не-не, Том, я просто хотел сделать подарок Ты неправильно поняла А я все правильно поняла И свое бесшабашное любовное приключение ты тоже получишь 45 плюс Тома, томусь Тома Трехлитровый двигатель Коробка-автомат Бальные танцы Шахматы Раздельный климат-контроль Плавание Кожаный салон Пианино Да Ева Я уже здесь Эдик, Эдик Привет Ты, вы Ева Ева Ивановна Адамова Да Девочки, познакомьтесь Это молодой человек, Эдик С которым у меня был мимолетный роман Вы представляете, Еве 55 лет Это была вечеринка в честь ее выхода на пенсию А на одноклассниках у нее фотографии 20-летней давности Ну я тебе еще 20 лет назад говорил В пионерском лагере Что она для тебя старуха Вот видишь, годы только подтвердили мою правоту Очень смешно Она теперь мне звонит Я не знаю, как от нее отвязаться Вот если был бы способ сделать так, чтобы она сама не захотела больше со мной общаться А знаешь, есть такой способ Угу Секундочку Вот Вот что? Это косметика для старух Косметика для старух? Да Я ее случайно подарил Тамаре Это было вообще Понимаешь, если женщине намекнуть на то, что она старуха Она разозлится А вот если старухе намекнуть, что она старуха Вот это будет вообще Понимаешь, результат генеральный Она тебя просто возненавидит А Всего 13 тысяч Со скидкой Мальми Подарок мне? Тебе Слушай, боже мой Это же настоящая швейцарская косметика 45 плюс Ну, Эдик Так изящно сказать, что я выгляжу на 10 лет моложе своего возраста Еще не получалось ни у кого Спасибо тебе, дорогой Спасибо Ладно Видимо, придется сказать прямым текстом Послушай, Ева Ой Лена, привет Познакомься Это мой внук Это моя дочь А это... Ой, извините, извините Он мне по работе Лена Очень приятно, Эдик Алло Ну, а нас как зовут, а? А нас зовут Эдик Эдик? Да Честь дедушки назвали Значит, твоего отца тоже Эдик зовут? Мама говорит, да Но я его никогда не видела Пойдем Эдик Так ты что, взял просто и сбежал со свидания? Что же мне было делать-то? Калач, я кажется дедушка А что может быть хуже для мужчин в 35? Я тебе скажу, что может быть хуже Пропустить 8 голов подряд От тех, кому всего 12, вот что может быть хуже Вообще, с чего ты взял, что дедушка, это ты? Дочки Евы на вид лет 20 И что? А внука зовут в честь дедушки Эдик А? Все сходится В общем, я даже не знаю, что теперь делать Я просто Что делать, что делать? Держи удар, будь мужчиной Ладно В любом случае, убегать от проблем не стоит Давай, Эдик, будь мужиком Признай, что ты отец Да и дедушка Нихреновый вратарь Ай! Не пронесло Привет Привет Сева, ты прости меня, пожалуйста Я немножко погорячилась в прошлый раз Но Ты ведь действительно хотел сделать мне подарок Ой, я хотел, я и сейчас И мне следовало тебя за это Наградить Наградить обязательно Да Да-да И пусть пользоваться этой косметикой мне еще Рано, да Рано, да Рано, да Но зато она символ того, что мой муж наконец-то стал мужчиной Мужчиной И научился делать дорогие подарки Учился? Да Даня Кого? Косметику А ее нет, я ее отдал Кого отдал я? А Эдик его отдал Он встречается с одной девушкой Очень пусовой такой девушкой Я ему отдал все Подожди, подожди Ты что, отдал кому-то мой подарок? Девочка, я не отдал, я продал очень удачно Ну, не кормила Вот Нет, Тома Ты безнадежен Тома, ну не одевайся, пожалуйста, я прошу Бери руки Ну, ну хорошо, ну на, ну возьми подарок деньгами Я продал, я хорошие деньги Вот, 12 тысяч Даже 13 Да обалдел, что ты делаешь? Ты что, вот это что? Подарок Ты покупаешь меня? И кто для тебя? Я для тебя кто? Том, для тебя Томочка, ну, ты же сама на меня наорала Ну, не одевайся Ну, не одевайся Тома Том, ну, пожалуйста Мне смотреть на тебя противно Хочешь, ты мужчина после этого всего Тома, 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 Тома Медвежонок, знаешь, что я подумала? Нам надо срочно переехать за город Ну, что? В нашем районе оказывается ужасная экология 70% детей, которые здесь рождаются С легочными инфекциями Или какими-нибудь аллергическими реакциями Как тебе Сергей Фасад? Сергей Фасад Угу Я, правда, уже заплатила за садик и за гимназию Олеся, ты знаешь, это уже невыносимо Что? 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 Весь этот бред, понимаешь? Это невыносимо Глупости твои Это невыносимо Если бы я знал, что ребенок так перекроит твой мозг Интересно, а что бы ты тогда сделал? Что, ты бы не женился на мне? Или что, ты ребенка бы не захотел? Паш Да мне просто страшно Ну, чего тебе страшно? Чего мне страшно? Потому что мне 30 лет скоро О Да Поздний возраст Риск осложнений для ребенка в два раза больше И потом у меня бедра узкие Ничего не мог с ним бояться Горя Олесянка, ну Ты что, по этому поводу устроила Все эту эпопею с вещами Детским садиком, няней? Да, потому что мне так кажется, что я хоть как-то Что-то контролирую Да не переживай, ты что Все будет хорошо Угу Теперь мне вообще кажется, что я это все зря затеяла Потому что это же плохая примета Все заранее Ничего Мы все сдадим Все вернем? Да, все Все, абсолютно все А когда придет время, мы Договоримся с кем надо И Все за мной купим Правда? Да Я тебя так люблю, Пашенька Правильно Мы все вернем Да, все Все, все, все Только знаешь Что надо сделать заранее? Что неплохая примета Нам нужно выкупить место В каком-нибудь очень хорошем роддоме Мы вернем деньги за школу, за няню За гимназию Добавим еще тысячи пятьдесят Я думаю, там хватит Эдуард Серов Самый молодой дедушка России Именно он будет представлять нашу страну На мировом чемпионате молодых дедушек В Монте-Карло Главный приз лучшему молодому дедушке мира Лучшая молодая бабушка мира Вы, Эдуард Серов Отец Елены Адамовой Да, кажется Подпишите постановление о лишении прав на обе квартиры Что? Вы задолжали алименты За восемнадцать лет Ива, мне нужно сказать тебе одну важную вещь Я знаю, что я дед Слены и дед Эдика Я знаю, что я Здравствуй, Эдик Ива, с днем рождения тебе У тебя же сегодня день рождения И мне нужно сказать тебе одну важную вещь Ну, заходи, заходи Не на пороге же говори Давай, давай, давай Вот, познакомьтесь Это мой друг Эдик Это мой папа Это мои братья Это племянник Это троюродный брат И вот это родственники Эдик хотел мне что-то сказать Я думаю, что лучше пусть это будет его тост Ева Я поздравляю тебя с днем рождения И хочу сказать тебе одну вещь Ты очень замечательный человек У тебя замечательная дочь У которой наверняка был замечательный отец Хотя почему был? Он ведь и сейчас наверняка есть Об этом не надо Муж Евы Отец Лены Умер 18 лет назад Господи, слава Богу Я что-то не понял Он сказал, слава Богу Что муж Евы умер А, нет, нет Я не в этом смысле Я в том смысле, что Я очень рад, что Не я отец Лены То есть я хотел сказать, что Я был бы очень рад Быть отцом Лены Но мне очень жаль, что Им, слава Богу Оказался не я Давайте лучше скажу тост Ты достаточно уже сказал Господи, Эдик Как ты вообще мог подумать? Так, а что я должен был подумать? Твоей дочке 20 лет Внука назвали в честь деда Эдик Ой, что ты подумаешь, что это в честь тебя? А что я должен был подумать, подвольт? Ой, ты понимаешь, что Мое любимое имя Эдуард Это мой такой вот пунктик в личной жизни Мы его первого мужчину звали Эдик Первого мужа звали Эдик Второго мужа Эдик Третьего, потому что я вернулась к первому Ну а зачем ты так упорно хотела со мной встречаться? Да не встречаться хотела, а встретиться Все эти годы, понимаешь, меня терзала совесть Что я испортила тебе жизнь Ну да Я подумала, что взрослая, не очень трезвая женщина С которой у тебя случилось, это первый раз Навсегда изменила твое трепетное отношение К женскому полу Я подумала, что в ту последнюю ночь Лагерной смены Навсегда пропал тот милый мальчик Который писал стихи И Краснел, когда девочка ему Улыбалась Я хотела убедиться, что это не так Боже мой Ева Ну Ну конечно же, это не так Правда? Ну я до сих пор Нежно и Трепетно отношусь к девушкам Правда? Да конечно Привет А, Эдик Это ты? Просто Стихи мои Некоторым не нравятся Успокойтесь всем Хватит меня успокаивать Хватит Возможно Вы просто выбрали Неправильную стратегию Да к чертовой матери Ваши стратегии Почему, почему, почему Я должен все время что-то изобретать? Почему? Почему я не могу получить то, что я хочу? Я мужик Я нормальный мужик Я хочу получить то, что я хочу Что я забыла? Я же вам говорила Что женщины можно управлять по-разному У каждой есть своя кнопка Вот И мою кнопку Вы, видимо Случайно нажали Ух Ух У! Ух 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 Ух